Ну шо, как говорится, всем привет! Это снова я, это снова вы! Видос по Call of Duty Warzone и у нас, между прочим, буквально через 5 дней будет Call of Duty Next. Даже через 4 дня, сегодня уже 1 октября, 5 октября вечером будет Call of Duty Next. И скорее всего, сразу же после Call of Duty Next откроется бета-тест для Плоек MV3. А купить всё для Call of Duty Warzone и Modern Warfare 2 можно на сайте shopko.ru. Боевой пропуск и наборы даже для российских аккаунтов Steam, PlayStation и Xbox, а также для других платформ и любых других регионов. Более 15 тысяч выполненных заказов и тысячи отзывов. Всё это по ссылочке в описании. И не забывай промокод Kaking, чтобы получить скидку. Такое было с MV2, такое было с Vanguard, если я не ошибаюсь. Что-то похожее было даже с Battlefield 2042. Он тоже открывался, доступ к нему открывался ночью. И я всё это стримил, соответственно. Ну и в этот раз я тоже буду стримить. У нас появилось несколько новых видосиков. И у нас появилась новая картинка с новой картой. Как вы знаете, будет у нас карта Лас-Альмас. Ну, потенциально, предположительно. Карта будет называться Лас-Альмас по утечкам, судя по утечкам, которые были в течение всего этого года. Сейчас мы её немножко рассмотрим. Ну и давайте ещё чекнем немного взгляд на зомби. Ну, во-первых, зомби-хлопья. Вы можете заметить, улыбчивая тяночка. У меня, говорит, клёвые эти. Клёвые хлопья. Я сделала хлопья. Вот, смотрите, клёвые хлопья. Ванила Серил. Лимитированная версия. С раскраской на задней крышечке. То есть, соответственно, 5-го числа на Call of Duty Next нам расскажут про новую карту Warzone. Про Modern Warfare 3. И, соответственно, про зомби-режим. Ну, то есть, вообще, контента должно быть очень-очень много. А здесь вот у нас есть прям чуть-чуть. Очень маленький отрывочек. Вот вы можете заметить, как двигаются зомби. Моё предположение, что это будет играться примерно как Outbreak. Кто играл в Cold War и в Outbreak, тот понимает, о чём я. Я, на самом деле, прокачивал зомби-камуфляжи и в Cold War, и в Vanguard. Несмотря на то, что в Vanguard это потребовало какого-то просто нереального количества времени. Около 300 часов, по-моему. Не меньше это потребовало. Потому что там действительно нужно огромное количество контента. Ну, в скобочках, зомбей нужно убивать. Вот. И, ну, это было тяжело. Это даже не то, что тяжело. Это было долго. Нужно понимать этот момент. И, соответственно, нам 5-го числа расскажут ещё больше про зомбей. Нам уже показывали трейлер. Не трейлер, точнее. Премьерный, премьерный синематик. С зомбьями. Всё выглядит очень клёво. И, ну, зомби-режим, я думаю, я буду его задротить хотя бы ради мастер-камуфляжа. Я на старте посмотрю. На старте Modern Warfare 3-го. Я посмотрю, что прикольнее выглядит. И есть вероятность того, что я вместо мультиплеера буду сидеть и задротить зомби-камуфляжи. С другой стороны, обычно зомби-камуфляжи в МВ-3, точнее из мультиплеерной части, они переносятся дольше. Поэтому можно попасть в просак. И несколько месяцев ждать добавления зомби-камуфляжей в Warzone. Но, надеюсь, в этот раз будет иначе. Так, что мы видим на картинке? Тут у нас карта. Как нам уже и заявляли инсайдеры, как мы видели на некоторых кадрах из трейлеров, у нас город. Который больше похож. Но я не могу сказать, что это прям сильно похоже на Верданск. Учитывая, что здесь куча воды. Это раз. Но у нас здесь в основном городская застройка. Мы видим, что там идет строительство какое-то. Везде краны. Здесь у нас часть этого порта. В целом видно, что это более какое-то европейское жилье. То есть это не фавелы. Какие-то, не знаю, испанские или того хуже. Какие-нибудь иранские, иракские. Если честно, я без негатива к иранским иракским фавелам. Но имеется в виду, что это более приближено к нашему пониманию. То, как должен выглядеть город. Это прикольно. В целом, мы можем видеть зипку, как будто бы здесь натянута зипка между берегами. Если честно, вот этот кран, это буквально из Верданска. Или из кальдеры. То есть немножко переделанный кран. Такой мы уже видели. Это прикольно. Здесь мы видим зданицы. Вот это. Вот эти здания мы уже видели. А вот эти здания мы уже видели. Я не понимаю, что у них за любовь к окнам на крыше. То есть, ну, крыша и так является павер-позицией. А они еще добавляют окна, получается, в потолке, чтобы чел сверху мог стрелять вниз. Это жестко. В чем смысл? Я не знаю. Но, типа, окна от крыши, это слишком сильно. Вот, видим, кстати говоря, здесь этот. Зиплайн. Для того, чтобы пуститься. Прикольно, прикольно. Ну, в целом, в целом, как и ожидается. На данный момент все примерно так, как и ожидается. То есть, это у нас город, в котором будут проходить бои. Я только за. Я только за, чтобы все это было в серо-зеленых тонах. То есть, зеленая травка, серый бетон, коричневый асфальт. Или какого цвета должен быть асфальт? Ну, я только за. Другой момент еще раз. Я уже не первый раз за последние сутки, за последние дни, недели, повторя один и тот же тезис. Ребят, скорее всего, если вам прямо сейчас не нравится играть в Warzone, ничего не изменится. Потому что кардинально ничего не поменяется. То есть, да, нам добавят. Если вы играете только в Warzone, то для вас добавится новая карта. Большая новая карта, полноценная. Помимо этого, добавятся новые игровые механики. Из обещанных это, ну, соответственно, более отзывчивый мувмент. Имеется в виду, что вы быстрее будете перелазить через препятствия. Также появится Cancel Slide, который позволит вам кататься на жопе там, где раньше вы не могли кататься на жопе. То есть, это позволяет вам перестреливаться по-другому, быть более подвижным в перестрелке. Это плюс только для задротов. Потому что даже под конец кальдеры людей на карте, которые в действительности используют Cancel Slide, было меньшинство. Из третьего обещают, инсайдеры, по крайней мере, говорят о том, что вернется оригинальный снайпинг из Modern Warfare 19. Кто не помнит, что это такое, это фаззумы. Это прикольно. Мне нравится так играть. И я очень хочу такой геймплей. Мне хочется бегать по острову Возрождения, фаззумить и с кайфом играть. Я очень надеюсь, что это вернется. Если вам сейчас Warzone кажется настолько неиграбельным, что вы такие, типа, я пойду играть в Counter-Strike 2, потому что там нет геймпадеров. Ребят, ничего не изменится. Потому что им незачем врубить курицу, который несет золотые яйца. Типа, зачем им это все менять? Оно работает. Оно просто работает. Вот и все. Поэтому я в ожидании. Я в ожидании. Нам осталось всего ничего до бета-теста. Очень хочу поиграть в бета-тест. Играть буду весь бета-тест. Приходите, смотрите. Стримить его буду и на ютубе, и на твиче. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Каждый день стримлю на твичеусе. Вот такие дела.